Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Итак, приступим. Сейчас посмотрим экономический календарь. Понедельник. Сегодня вечерком выступление представителей ФРС Пауэлла. Сегодня больше ничего, рынок только раскачивается. Так, во вторник вот по фунту будет изменение числа заявок на пособие по безработице. Так, вторник, вторник. Выступление представителя Банка Англии. 16.50. Ну вообще, конечно, когда несколько мы видим новостей в одно время, тогда это сдвигает волатильность. А когда одна одинокая новость, скорее всего, даже она красная, все равно, вряд ли, сильно повлияет. Ну вот, вот здесь вот вечерком 21 час тоже заявление представителей ФРС. Наверное, не особо будет важно. Смотрим среду. В среду все спокойно, скорее всего, будет. Все спокойно. Разве что выступление президента Европейского Центрального Банка в 20.40. Ну, можно проглядеться. А вот в четверг саммит лидеров Евросоюза. Это уже интересно. Причем весь день. И решение Национального Банка Швейцарии по процентной ставке. Короче, смотрим в четверг в Швейцарию. И в целом еврозона будет немножко себя вести более волатильно, чем обычно. Перейдем к терминалу. Давайте посмотрим, что у нас с евро-долларом. Евро-доллар пробил линию поддержки, которую я рисовал. Можно немножко и модифицировать. Хорошо отработал себя в зеркальных зонах. Прямо сейчас видим, что еще раз отрабатывает. Также сформировался уровень поддержки вот здесь вот. Такой локальный. Ну, в принципе, вот этот уровень сопротивления остается. И возможно, что будет тренд нисходящий к вот этой линии поддержки. Здесь сильный уровень поддержки. Он может начать притягивать, как я называю, цену вниз. Ну, посмотрим, если, конечно, не выйдет он сюда дальше, за эту линию. Вот эту локальную линию поддержки, если выйдет туда, то может будет в рамках этого канала топтаться. А так больше я склоняюсь к тому, что вниз пойдет. Так, посмотрим фунт. Фунт-доллар тоже примерно повторяет евро. Находится в некой зоне консолидации. Большое. И также движется к линии поддержки к этой. Так, давайте глянем, что у нас тут есть. Так, ну, уровень поддержки вот для скальпинга неплохой. А вот этот тоже можно продлить. Вот здесь входы на продажу. Входы на продажу. Ну, на покупку уже внизу только есть. Так, давайте золото посмотрим. По золоту уровень сопротивления с точками входа на продажу. Здесь у нас уже все перерисовалось, поэтому уровней поддержки адекватных я не вижу. Давайте только по сопротивлению работать пока что. Нефть. Вот, имеем такую линию поддержки. Пожалуй, пока все. То есть вот здесь можно рассмотреть покупки. Так, канадец. Доллар-канадец. Тоже находится в консолидации. Что можно здесь сказать? Разве что вот это только нарисовать. Уровень сопротивления. С поддержкой пока все сложно. Поэтому я бы от канадца воздержался на этой неделе. Давайте биткоин посмотрим. Что у нас здесь? О, мы тут в большом треугольнике таком находимся. Интересно. Интересно треугольнике. Скорее всего, как известно, треугольник у нас фигура продолжения. Поэтому находимся, видимо, в консолидации перед следующим рывком к сотне. Так что наблюдайте. Здесь можно входить на продажу. Здесь на покупку. Ну, и перспектива роста существенная. Все. На сегодня все. Желаю всем успешной торговой недели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите на мой канал. Ссылка в описании. Всем пока. Торгуйте с удовольствием.